В 2018 году, в июне месяце, ко мне пришла раз делегация из дома одного, там два-три человека, вторая делегация из дома одного. Значит, по поводу того, что они же народ законы читают, в новости смотрят, значит, что у нас идет, идет к тому, что будет повышение тарифа, и что вот место для людей заходит в город и так далее, уже что там, вот эта информация была в городе. Народ пришел, говорит, Петрович, давай что-то делайте, ну что я буду делать? Вы живете в домах, организовываете СМД, организовываете сами просто, как, что вы хотите, ищите, кто вас будет обслуживать и так далее, вот помоги, придумай, что мы можем делать, чтобы сами контролировали это все. Есть два варианта, организовать СМД по каждому дому или организовать свою управляющую компанию. Я их юридически проконсультировал. Вот, и народ, и уже как только тогда получил консультацию юридического, они определились, что они хотят делать. Прошло-то два или три месяца, в сентябре, мы вернулись к этому разговору, и они сказали, что давайте мы все-таки будем управляющую компанию организовывать, потому что в каждом доме СМД это проблемно, это директора, это бухгалтера там содержать. В общем, не захотели, и решили управляющую компанию. Я скажу честно, откровенно, народ тянул меня, чтобы я была глава управляющей компании. Я принципиально этого не делаю, я уже готов работать вместе с вами, ни о каком руководстве, ни о каком этом, я даже лечить не могу, не могу. Вот, как бы, вот такая вот ситуация. Я когда в сентябре начали проводить массово по, это вот, слышно меня? Да, конечно. Массово по 70-му микрорайону встречи, седалось много, где потом по три дома мы собрали. Вот, поэтому, как бы, народ, я народ собрал, рассказали, а дальше делали. Я на собрании совершенно не присутствовал. Я совершенно не присутствовал. Люди самостоятельно проводили собрание и самостоятельно избрали. Кто у меня, кто была уважена особо от дома, кто будет представлять их интересы от дома, где они будут обслуживаться и все остальное, это все они обсуждали. А то, что пытается кто-то перекрутить какие-то подписи, как я вам хочу сказать, собрание проводило перед Новым годом этот дом, перед Новым годом. А подписи когда-то собирали по счетчикам, это было весной, в конце, в конце, в конце, в конце, в конце, в конце. Ну что, избирается людьми главный по дому, правильно? Значит, по закону, по закону. Значит, как проходит? Значит, проходит когда собрание, избирается один человек, это избирается у полноваженного особа, который может представлять их интересы от детнего дома, который дает право подписать договор, который дает право ходить на собрание, вот это все, ну, как бы в нашем арестовом разу, это все является у полноваженного особа. Я это поняла. У меня просто вопрос... Нет, тогда спросим по-другому. Это должно быть запротоколировано, вот там, избрание главного по дому? Значит, это все. В общем собрании, когда проходит собрание по дому, в этом собрании указывается, кто голова собрания, кто секретарь и кто уполноваженного особа. В протоколе, в протоколе, который сдается, сдается в департаменты, который сдается в органы исполнительной власти, все это есть. Прямо в протоколе, который, когда проходит собрание по дому, составляется протокол. Вот этот протокол указывается, что он уваженного особа, писается. Я поняла. Тогда вопрос, есть ли протокол по избранию вот Инны Яковлевны? Ну, конечно. Конечно, есть в общем собрании этого дома, есть протокол, и в протоколе указано конкретно Инна Яковлевна. А она об этом знает? Ну, конечно, знает. Она, я вам скажу так, она уже лет 35, наверное, точно по дому. И жители дома ее так и оставили дальше. Я поняла. Конечно, знает. Ну, а как мне знает, она старшая, ну, лет 35, наверное, точно она работает.